Грипп и ОРВИ шагают по Оренбуржью. Их поступь тяжела и уверена, а пройденный путь отмечен сотнями заболевших людей – и детей, и взрослых. Специалисты говорят о значительном превышении эпидемического порога в большинстве городов и районов области. В эфире «Акценты дня» в студии Виталий Зерябин. Здравствуйте! Уже за неделю до Нового года количество заболевших оренбуржцев стало быстро расти. Процесс продолжился и на каникулах. Выход на работу ситуацию еще более обострил. Люди начали контактировать друг с другом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чтобы избежать распространения гриппа и ОРВИ среди учеников, власти Оренбурга продлили каникулы. Принятыми мерами изоляции детей друг от друга удалось добиться снижения уровня заболеваемости на 2%. Однако в целом по области наступления гриппа и ОРВИ очевидно. Так, за первую рабочую неделю года заболело более 13 тысяч оренбургцев. Особенностью текущего года является, что число больных в целом по области превышает аналогичное число заболевших за вторую календарную неделю предшествующего эпидемизона. То есть число больных с гриппом ОРВИ обращается больше за медицинской помощью, чем в начале 2016 года. Значит, пороговые значения превышены во всех возрастных группах. Работа поликлиник увеличена до 22 часов. До 20 часов принимаются вызовы по неотложной помощи. Увеличено и количество коек в стационаре для обслуживания больных, страдающими ОРВИ и гриппом. Итак, если вы заболели, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Заниматься самолечением в надежде на широко рекламируемые препараты не стоит. Ведь большинство из них лишь временно снимает симптомы болезни, не оказывая должного терапевтического эффекта. Наличие так называемого гонконгского гриппа в Оренбурге тоже не исключено. На неделе некоторые информагентства сообщили о выявлении его в 10 муниципалитетах области, в частности в крупных городах райцентрах. Однако специалисты Роспотребнадзора утвердительно на вопрос, если гонконгский грипп в Оренбурге не отвечают, говоря лишь о подозрениях на его присутствие. Отобранные образцы изучаются в столичных лабораториях. Чтобы не заразиться, необходимо помнить про общественную и личную гигиену. К общественной гигиене относятся регулярные проветривания рабочих кабинетов, влажная уборка и, главное, минимизация контактов с другими людьми. Проще говоря, нужно как можно меньше находиться в общественных местах. Если их посещения никак не избежать, тут уж нужно применять меры личной гигиены. Тканевая маска, закрывающая нос и рот, простейший, но проверенный способ, которым в этом году почему-то почти все пренебрегают. В прошлый сезон у нас в масках достаточно много людей ходило. И в транспорте ездило, и на работу приходило. Сейчас я не видела еще ни разу ни одного. Наверное, решили, что еще не время. Кроме того, личная гигиена. Потому что на руках имеем различных микробов, в том числе и острых респираторных вирусных инфекций, которые накапливаются в течение дня. Поэтому максимально часто им эти уроки, оно не повредит, а только пойдет на пользу. И уж, конечно, стоит поберечь здоровье, разумно относясь к существующим ритуалам и традициям. Имеется в виду крещенские купания, все более набирающая популярность. Тысячи оренбургцев стремятся окунуться в ледяную купель. Зачастую без оглядки на возможности собственного организма. И хотя крещенская ночь позади, подавляющее большинство желающих совершить обряд омовения уже сделали это, все же стоит поговорить на эту тему с прицелом на будущее. Будущее, в котором многие незакаленные и неподготовленные к такому купанию люди могут сильно пожалеть о том, что легкомысленно отнеслись к своему здоровью. Потому что погружение в ледяную воду для человеческого организма – это огромный стресс. И особенно, если перед этим человек решил подбодрить себя алкоголем. Это двойной риск, двойная тяжесть на сердечно-сосудистую систему. Не категорически. Я просто категорически против того, чтобы до того, как окунуться в прорубь, после того, как выйти из проруби, принимать алкоголь. Это очень вредно. Это сердце находится практически в двойном стрессе, получается, что тоже сужение сосудов очень мощное. И поэтому этого делать категорически нельзя. А еще медики категорически против окунания в прорубь маленьких детей. Иммунитет у них совсем слабый. Кроме того, существуют возрастные периоды, когда иммунная система ребенка еще более слабеет. Так что ледяная купель для него очень большой риск приобретения многих хронических заболеваний. Родители, прислушайтесь. Это были акценты дня. Увидимся.